Приветствую вас, уважаемые коллеги трейдеры, в начале очередной торговой сессии вторника. На календаре 17 мая мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Наш обзор стандартного набора инструментов, как обычно, начнем с индекса S&P 500. Индекс S&P 500 находится в нисходящем тренде, думаю, что это всем очевидно, всем понятно. Ну и в принципе фундамент пока что выступает исключительно за продолжение этого нисходящего тренда. Однако никто не отменял коррекции, поэтому сейчас как раз здесь развивается коррекционная волна. Для того, чтобы нам с вами что-то сделать с этим депозитом, нам необходимо дождаться определенной ситуации. Поскольку тренд нисходящий мы будем с вами именно продавать. И есть у нас несколько зон, от которых выгоднее всего будет совершить продажи. Это 40-46 уровень и уровень 41-35. Два уровня минимальной и глубокой коррекции по отношению к последней волне нисходящего движения. И от них, соответственно, рекомендуется открывать сделки на продажу. Потенциал при этом будет рассчитываться у нас исходя из предыдущей размерности. Это будет либо котировка 36.01, либо это будет котировка 36.95. Конечно же, никто не гарантирует, что мы в текущей волне упадем до таких низких значений. Возможно, что все закончится на диапазоне 3.762.3.805. И опять, это диапазончик, который мы с вами отмечали давным-давно, давным-давно. Ну, вот он этот диапазончик. То есть, вот он такой красивенький. Тоже когда-то мы от него отскочили. Ну, а на текущий момент у нас именно вот такая ситуация. То есть, пока именно исключительно продажи практикуем. Идем дальше. Евро-доллар. Евро-доллар, так же как и S&P, достаточно долгое время снижается. Тренд нисходящий. И теперь для того, чтобы нам продать евро-доллар, нам также необходимо дождаться выгодных цен. Необходима коррекция в область средних значений между средними скользящими. Поэтому у нас есть размерности. У нас есть ключевые уровни сопротивления по сетке Fibonacci. Как только мы достигаем одной из указанных границ, мы можем открывать сделку на продажу. Ближайший уровень для продажи это 1.04.730. Более дальний уровень 1.05.356. Работаем в шорт. Что касается потенциала движения цены, то здесь есть два варианта, как построить потенциал. Либо мы берем полностью последнюю волну, либо только последний импульс. И в этом случае получаем две цели по нисходящему движению. 1.02.548. 1.01.985. Многие всерьез полагают, что в этом году будет достигнут паритет между евро и долларом. Ну что ж, посмотрим. Техника нам говорит о том, что мы уже пробили все возможные исторические минимумы и можем спокойно лететь к паритету. Посмотрим. Так, идем дальше. Фунт-доллар. По фунту также у нас развивается волна коррекционная. Но здесь немножко такая интересная ситуация в плане именно среднесрочных идей. Обратите внимание, у нас есть уровень минимальной коррекции, который стоит почти на пивоте прошлой недели. И есть уровень глубокой коррекции, к которому нас приводит размерность. 1.23.643 и 1.24.681. Поскольку тренд у нас здесь нисходящий, естественно, мы будем с вами продавать. Однако я рекомендую какие-то грандиозные продажи вот от этого уровня не строить. Потому что что-то мне подсказывает, что мы все-таки пойдем на глубокую коррекцию по фунту, а уже затем пойдем на пробой и продолжение нисходящего движения. Поэтому пока что работаем в развивающейся коррекционной восходящей волне. Ну а затем по тренду продаем. Доллар японская иена. Доллар японская иена находится в сильнейшем импульсе восходящего движения. Такого импульса не было уже давно. И даже когда у нас была коронавирусная пандемия или пандемическая коронавирусня, у нас импульс, который дала цена, составляет на текущий момент ровно половину того импульса, который есть сейчас. Более сильное движение, более мощное. И, соответственно, сейчас пока что цена находится в небольшом флете. Обратите внимание, то есть вроде максимум мы перебили, но тут же спустились под цену и ушли на коррекцию. Я полагаю, что сейчас будет развиваться коррекционное движение. На 4-х часовике мы с вами видим четко восходящий тренд. Но если мы взглянем на часовик, то здесь уже тренд не такой четко восходящий. То есть недалеко друг от друга находятся средние скользящие. Поэтому вполне возможно, что мы уйдем на коррекционное движение. Цели по коррекционному движению. Первая цель это 125,845. Это для трехсоставной коррекции. Ну и следующая цель это циклический диапазон. 123,614, 124,254. Как только выполняем эти цели, то здесь можно рассматривать дальнейшие продолжения восходящего движения. Ближайшая цель 133,369, 133,978. Далее доллар-канадец. По доллар-канадцу также развивается восходящий тренд. Сейчас у нас формируется трехсоставная коррекция. И есть у нас очень выгодная точка для совершения покупок по доллар-канадцу. Это циклический диапазон, в котором соединяются и структуры, и есть уровень поддержки Fibonacci. 1,28,086. Уровень предпочтительно для покупок в текущей ситуации. Ну а цель по покупкам это дальнейшее продолжение восходящего тренда. По структуре определяем цель 1,316,64. Такой торговый план по доллар-канадцу. Далее доллар-франк. Доллар-франк так же как и доллар-иена очень долго рос. Только в отличие от доллар-иены он похоже пока не собирается останавливаться и какие-то коррекции выполнять. Однако сейчас пока что идет вниз. Тем не менее тренд остается восходящим. Поэтому мы конечно же будем ориентироваться на продолжение восходящего движения. Тем более что цели находятся очень-очень близко и очень хочется их добить. 0,99829. 0,99400 наши уровни для покупок. Цель по восходящему движению. 1,00831. 1,01168. Пока что такой торговый план по доллар-франку. Идем дальше. Австралиец-доллар. По австралийцу развивается нисходящий тренд. Сейчас выполняем трехсоставную коррекцию и уже в общем-то достигли циклического диапазона. Однако с текущих позиций я не очень хочу продавать австралийцы. Потому что есть чуть-чуть подальше цель более сильная. Это пивот в совокупе с среднесрочной размерностью. Поэтому если рассматривать именно текущую ситуацию, то я бы разбил свой депозит где-то в соотношении, ну не депозит точнее, а рабочий объем. В соотношении 25 на 75. То есть 25% от рабочего зашел бы сейчас. А 75 заложил именно на продажу от котировки 0,70413. Ну и цель по данной продаже у нас смотрим по последней волне. Либо это будет с текущих позиций до котировки 0,67876. Либо это от пивота до котировки 0,68133. Вот пока что такой торговый план по австралийцу. Новозеландец также находится в стадии коррекционного восходящего движения. Здесь пока что выполнено у нас только трехсоставное движение. Нет добития каких-то более глобальных целей. Поэтому по новозеландцу то же самое. Для того, чтобы нам продать, лучше будет подождать до котировки 0,63670. Здесь у нас есть и размерность, и уровень по Fibonacci, и плюс еще и пиво. Так что очень хорошая цель. От этой котировки продаем. Потенциал по данной сделке рассчитываем по последней волне. Это у нас будет примерно котировка 0,61995. Идем дальше. Золото. Золото находится в нисходящем тренде. Пока что корректируемся в восходящем направлении. Ближайшая цель у нас по корректировке это по коррекции 0, точнее 1833-1846. Целевой диапазон, где есть и две размерности, и есть уровень Fibonacci 1839. Поэтому откуда конкретно продавать дело будет исключительно за вами. Но я бы рекомендовал все-таки дождаться тестирования уровня сопротивления по Fibonacci. Поскольку здесь у нас есть и пивот небольшой. Такой зеркальный уровень, который пока еще не отрабатывался ни разу. Ну и плюс это будет более глубокий заход в диапазон, что даст дополнительную ликвидность, дополнительное топливо для движения цены. И работаем в нисходящем направлении. Пока что целью можно себе отметить уровень 1779.74. Ну а в дальнейшем, конечно же, мы просто берем последнюю волну движения. И ее в качестве потенциала рассматриваем вот таким образом. Цель у нас получится в районе 1768.21. Идем дальше. Серебро. Серебро находится в нисходящем тренде. Сейчас мы скорректировались до уровня минимальной коррекции 21659. В отличие от золота, серебро свои цели по коррекции уже выполнило. Оно вчера шло немножко бодрее. Поэтому трехсоставное движение, это в принципе все, что нам нужно здесь для продажи. Однако, по причине того, что золото еще не добралось до целей, продавать серебро сейчас достаточно опасно, наверное, будет. Потому что мы можем влететь в никому не нужный, лишний стоп-лосс. В общем, поэтому что мы с вами здесь будем делать? Мы не будем продавать с текущих позиций. Мы, во-первых, подождем достижение вот этого пивота. Это 21908. А если этого не произойдет, то есть, если с текущих позиций мы пойдем вниз, тогда мы просто при пробое наклонной трендовой линии подождем формирование паттерна 123 и на повышении волнового уровня зайдем в сделку и отработаем движение на продолжение нисходящего тренда. Что касается потенциала по нисходящему движению, то вот эту большую волну мы, наверное, брать уже не будем, а возьмем вот эту последнюю волну. И, в принципе, этого нам более чем хватит. 20-188 наша цель по снижению. Далее. Нефть марки Brent. Нефть находится во флете. Как бы мы не хотели здесь определить тренд, он более чем флетовый. И что же будет дальше, наверное, будет зависеть от многих факторов. Ну, во-первых, если вы изучали фундаментальный анализ или слушали выступление Артема Деева, то знаете, что по прогнозам на рынке нефти у нас будет дефицит. Примерно на 0,2 миллиона баррелей в день. Поэтому есть, конечно же, флагманское мнение, что нефть будет расти. Ну, а мы, соответственно, будем зарабатывать на этом росте. Пока что у нас нефть развивается. Ближайшая цель 115.79-117.12. Отсюда мы будем ждать вот этой коррекции. Смотрите сами. Хотите ее, можете забирать. Не хотите, можете не забирать. Я бы не стал бодаться с трендом. И лишний раз в такие авантюры влезать. Поэтому лучше, конечно, здесь просто подождать коррекцию. Ну, а когда коррекция сформируется, мы уже зайдем и отработаем следующий цикл восходящего движения. 119.42-121.04. Ну, а после того, как это движение отработаем, здесь уже у нас будет с большей вероятностью усеченная конструкция, которую мы сможем отработать на идею шорта. То есть выгодно продать. И это, в принципе, будет весь наш торговый план на ближайшее время. Пока что такие идеи по нефти. Доллар-рубль. Друзья, не знаю, как здесь вообще можно сейчас что-то анализировать и что-то смотреть. Но посмотрите вот на эту картинку. То есть мы весь год до этого момента чем-то занимались, что-то делали, что-то там анализировали, что-то зарабатывали, где-то теряли. А потом тебе вот так раз и два. И я просто не знаю, что здесь можно еще анализировать, потому что сейчас все какие-то технические моменты по евро-доллару, они просто смешны. Но вот обратите внимание, как мне, блин, строить сейчас здесь потенциал, как мне его измерять, если у меня есть точка вот здесь, а потом вот такой гэп. То есть мне откуда брать? Мне вот отсюда начинать строить сетку Фибоначчи или вот отсюда начинать строить? Чем делать-то в итоге? Потому что вот эти неэффективности, они колоссальные просто... Колоссальные погрешности при построении создают, поэтому я не хочу этим лишний раз заниматься. Соответственно и не буду. То есть доллар-рубля больше в обзорах не будет. Все, что я могу сказать, это только то, что по разным мнениям доллар еще может спуститься по отношению к рублю где-то в район 53. И вот здесь уже будет какая-то консолидация или разворот. Так, и завершаем наш обзор биткоином. Биткоин находится в среднесрочной нисходящей фазе, как видим на 4-х часовике. В принципе, все нам об этом говорит. Однако, мы также можем констатировать, что среднесрочный диапазон целевой, который у нас здесь есть, мы успешно оттестировали. Если вы не поняли, откуда этот целевой диапазон, я вам подскажу. Вот он. Ну, практически. Немножко промазал. Вот он, этот целевой диапазон. Мы его оттестировали. Сейчас я бы сказал, что будет развиваться коррекционная восходящая волна. То есть, волна А у нас уже была, волна Б сформировалась, сейчас сформируется волна С. Но здесь есть один маленький нюанс. Если мы с вами на часовик перейдем, мы увидим, что диапазон средних значений по двум средним скользящим у нас уже достигнут. И поскольку здесь у нас было вот такое примечательное движение, сейчас я вам покажу. Раз, два, три. То есть, фактически трехсоставную коррекцию мы уже получили. Что мы будем делать теперь и как нам дальше действовать? А дальше мы берем наклонную трендовую линию. Вот таким образом чертим канал. И наблюдаем, собственно, что у нас был пробой. И сейчас развивается коррекция. И если будет пробит пиво 29034, это будет сигналом к тому, чтобы нам с вами снова продать биткоин. Продать биткоин с целью обновления локального минимума. Многие, Билл Гейтс в том числе, уверены, что биткоин упадет еще ниже. Примерно до 20000 или до 2300. Я уж не помню точные прогнозы. А может быть даже и до 17. Но посмотрим, как говорится, по факту. В любом случае, коррекция развивается. Если дальнейший рост будет продолжен, то примерно от уровня 35276 мы с вами снова будем заходить в шорт. Потому что это очень хорошая разворотная зона. Здесь и несколько размерностей. И уровень сопротивления по Фибоначчи. Поэтому пока что рассматриваем лонги. В случае пробоя пивота мы с вами ловко переобуваемся и продаем биткоин. На этом у меня все. Надеюсь, видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал Амаркет. Составляйте ваши вопросы в секции с комментариями. Не забывайте ставить лайки. Всем хорошей торговой сессии.